Вашего внимания, главный тренер команды «Спартак-2 Москва» Евгений Бушманов, Евгений Александрович, поделитесь, пожалуйста, вашими первыми впечатлениями о матче, о готовых вопросах. Я думаю, что мы увидели сегодня хороший футбол. Во-первых, атмосфера была такая футбольная. Всегда в Воронеже приятно приезжать. Здесь любят футбол, болельщики ходят. И, конечно, в такой атмосфере играть, я думаю, что футболистам приятно. Что касается игры, то в первом тайме, я думаю, что у нас было преимущество. Хотя, наверное, Факин, в принципе, и не старался, не стремился к тому, чтобы контролировать новый мяч. Но, тем не менее, ничем мы больше владели. Создали хороший момент, когда забили гол. Разыграли великолепную комбинацию. Паша Яковлев забил. Был еще момент, хороший, наверное, Пантелеева, когда при счете 1-0, в принципе, выходил на ударную позицию. Надо было бить. У него есть удар. И справа, и с левой ноги. Он что-то затянул и момент упустил. Потом Факин отыгрался после нашей ошибки в центре обороны. Мы не разобрались и выпустили игроков на ворота. Что касается второго тайма, то, наверное, уже такая более равная была игра. Таких каких-то явных моментов, наверное, уже не было. Хотя, может, Фател в большей степени рассчитывал на контратаку, на забросы по центру. В принципе, мы об этом знали и готовились к этому. И в основном, как бы, сдержали эти атаки. Ну и плюс стандарты. Стандарты в исполнении Факела тоже были опасны. Пару моментов, пару эпизодов было опасно. В этих моментах, наверное, где-то и удача сопутствовала. Ну, в целом, в целом, считаю, что, наверное, результат закономерен. Равная игра, примерно равная команда. Пожалуйста, вопросы. Вопросы, пожалуйста. Издание downtown.ru. Сирков Михаил. Евгений Александрович, скажите, пожалуйста, кого из игроков «Спартака-2» вы считаете уже претендентом на игру в основном составе «Спартака» в основной команде и кто в ближайшее время туда попадет? У нас почти много игроков уже работают с первой командой. Если считать сейчас Кутепа, он, наверное, уже нельзя считать игроком «Спартака-2», он уже игрок практически стартового состава первой команды. Там есть Зуев, который тоже уже подходит, наверное, к стартовому составу, к основному составу. Есть Милкадзе, который тоже прогрессирует очень такими хорошими быстрыми темпами. Есть также Тимофеев, Леонтьев. Те ребята, которые сегодня не принимали участие в игре, но, в принципе, они, скажем так, ближе всех к основному составу. Что касается того варианта, который вы сегодня видели, то, я думаю, здесь тоже есть молодые ребята, которые могут рассчитывать со временем, скажем так, при правильной работе, при правильной подготовке, на то, чтобы на них обратили внимание с первой команды. И тот же Гулиев, и тот же Давыдов, которые, в принципе, после травмы, после ухода в чешский плуг, сейчас восстанавливается, набирает кондиции. Есть молодой Руденко, парень нападающий, вышел в 99-го года рождения. Интересный очень игрок. Я думаю, что же из него может получиться хороший нападающий. Ну, наверное, пока достаточно. Ну, впечатление от игры хорошее. Я думаю, что и зрителям, и всем понравилась игра. Результат матча считаю, что закономерен. Сегодня мы играли с командой, скажу так, самоиграющей командой ФНЛ. По командным действиям, по владению мячом, по мысли. Одна из лучших команд. Я не беру команды, которые там покинули в прошлом году в премьер-либу и пришли сюда. У нас стартовали неудачно. А так, в принципе, в принципе, то, что произошло, считаю, что нам просто в этой игре не хватило элементарной свежести. Ребята не восстановились. Особенно это заметно было по первому тайму. Спартак нас в центральной части более переигрывал. Переигрывал за счет движения. За счет движения и более свежей. Они играли три игры дома, в Москве. Все мы у нас, конечно, через три дня на четвертый. С уточным интервалом мы добирались из Владивостока. Понимаете, что часовые пояса, перелет очень тяжелый. И элементарно просто не хватило свежести. Очень благодарен им за проявленный характер, за содержание игры во втором тайме. И во втором тайме, если брать, так где-то мы уповали на то, что мы, имея преимущество в росте, за счет стандартов попытаться продавить оборону Спартака. И во втором тайме у нас два момента было. У Курилова удар головой, у Болова удар головой. Но этого на победу мало. Считаю, абсолютно закономерный результат. И очень хорошее впечатление произвела на меня команда Спартак. Играющая, мыслящая. И еще раз повторяю, благодарен, очень благодарен ребятам за тот характер, что выдержали. И проигрывали один-мой. Смогли сравнять счет. И я думаю, что и болельщики не разочарованы. Хотелось бы, конечно, всем большего, но имеем то, что имеем на сегодняшний день. Сейчас опять сложности у нас, сложности большие. Через три дня опять игра у нас в Тосно, в Тосно. Календарь очень сложный. Павел Патерич, в эпизоде с пропущенным мячом Яковлевым, кто сопровождал, кто не доработал? Вся обидно за то, что на предматчевой, готовясь к этой игре, мы обратили внимание на то, что фланговые игроки при нахождении мяча в центральной линии, в центральной зоне, они в основном атакуют через центральную зону. Спартак атаковал через центральную зону. И мы предупреждали, что фланговые игроки резко смещаются в центр и делают предложение между защитниками. И здесь в ситуации наши защитники, в той ситуации, это на противоположном фланге было все, но мне показалось, что между Шаховым и Куриловым пошла передача. Они надо было заузить, и здесь то, что предупреждали, мы с этого гол пропустили. – Предпочтительнее какой тандем в атаке? Сотталкин Бирюков или Бирюков-Булов? – Ну, я скажу, что тут, возможно, различное сочетание, и мы делаем это, да, различное сочетание, и схему меняем, и сочетание форвардов меняем пока, пока все приносит результаты, да, пока приносит результаты. Если брать, допустим, начало Булов-Бирюков, вы знаете, что Бирюков у нас пропускал игру во Владивостоке, связанную с тем, что у него температура накануне поднялась, и мы не стали рисковать. И здесь он практически, ну, тяжело ему было, да, но, тем не менее, это пара, они гол сделали, да, Миша убежал, отдал зрячую передачу, практически Никита в пустые ворота. И был еще второй момент в первом тайме, да, когда Бирюков, ну, скажем так, принял неправильное решение в данной ситуации. Он находился в центральной зоне на линии штрафной, да, и стал отдавать Никите, как он объясняет, что улучшал ситуацию. Да, он улучшал, но нужно было оценить, что Никита на одной линии практически сорвал атаку, где игры, да, там нужно было на себя уже брать. Во втором тайме очень хорошо, когда они подустали, и Никита, потому что Никита еще задание получил, с учетом того, чтобы мы не проиграли центр поля, количественно, он опускался сюда, опускался, как пятый полузащитик становился, все. Большой объем работы провел, все, Миша после болезни, поэтому поменял их, выпустил Болова, Болов очень хорошо вошел в игру, мячи сохранял, играя в борьбе с высокорослыми, хамухой и гранатом, сохранял и имел реальный шанс с углового, попади там головой в створ ворот, я доволен, как он вышел.